Я вообще люблю российскую историю. Я считаю, что она достойна глубокого уважения. И я не могу сказать, что не то, что не люблю. Мне очень больно по поводу тех событий, которые происходят. Не люблю, не могу сказать. Это очень безумно интересное время. Хотя бы потому, что... Посмотрите, какой захватывающий вообще проект большевики предложили России. Сказочный, фантастический. Царство Божие на земле. Свобода, равенство и братство. Вспоминайте, что эти идеи вообще будоражат нас на протяжении многих-многих столетий. Это же лозунги и французской революции. В том числе никто же не предполагал, что все гильотиной закончится. Изобретут в связи с террором вот это приспособление для массовых казней. Поэтому сказать, что я не люблю этот период истории, нет. Потому что это очень интересно. Потому что, конечно, мы говорим, там и расстреливали, и репрессировали. И много было грязи, и крови, и всего прочего. Но были люди искренне верящие в то, что этот проект социальный может быть реализован. Которые были вообще бессеребренниками, романтиками. И это тоже было. То есть это к вопросу о том, что нет одних каких-то красок, либо белых, либо черных, для практически всех периодов истории. И единственное, что, я думаю, безумно интересно жить в любой период. Другое дело, что трудно. Потому что, как вы знаете, жить в эпоху перемен – это как раз пожелание для врагов. У китайцев жить вам в эпоху перемен. Потому что все перемены – это та социальная цена, которую, к сожалению, приходится большинству общества платить за все эти и реформы, и революции. И за любой прогресс, за любое движение вперед приходится платить простым людям.